Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вверх к солнцу Но не слишком высоко, чтобы крылья не опалить Мне вообще не стремная тема Я считаю, что мужчина должен быть подкаблучником Если он хочет сохранить свою семью Если он по-настоящему любит свою женщину, он подкаблучник Дома мужчина должен быть подкаблучником А вот как только выходит из дома и дверь закрывается Дела, работа, улица Вот там пусть себя мужчина показывает мужчиной А домой приходить Милая котеночек Дай обниму, дай массажик сделаю, дай приготовлю Дай ноги тебе в тазики помою, дай эту воду выпью Поняли о чем? Я решила на лишение прав папу Блин, отстоять! Женя, так долго ждала твоего эфира Вот как ты думаешь Я решилась на лишение прав папу Потому что никак не помогает финансово А видеть хочется, задолбалась Жалеть Моя девочка Наталья Это будет твоя самая Большая Страшная Отвратительная ошибка в жизни Если ты это сделаешь Никогда, никогда, никогда не делай этого Бывают разные обстоятельства Разные ситуации Отцы все разные Один отец всю жизнь в жопу целует Второй отец День дома, блядь Пять лет не появляется Но это не отменяет того факта Что он тебя любит Просто, наверное, не пришло время Наверное, не пришло еще осознание Ни в коем случае не лишает Ты потеряешь вообще Ты, блядь, ну Не подводи его под петлю Просто оставь Оставь все как есть Поверь мне Придет время Он все поймет И он придет с покаянием Все будет хорошо Отпусти Не надо Не совершай такие ошибки У меня шерстяные рукавицы ежовые Да нет, ну это у тебя что с руками проблема Надо тебе к дерматологу сходить У тебя, блядь, на руках шерсть растет Ты, блядь, сидишь, мой перестрочишь Ты, блядь, эфир опять завис Не завис Добавь модератора в свой прямой эфир Зачем мне прямой эфир? Куда вы пропали? Почему не пикают? А, вот все О, лук лайн Привет, Краснодар Как дела? Завтра, кстати, пойду Постричься на лысо Как вам, кстати, такая идея? Ну не лаз, покороче подстригусь Тут уберу Тут уберу Вот эту длину Ну и, короче, вот Вот такой буду Нет, не надо Ну, в общем, посмотрим Посмотрим Я, твою мать, кто там лезет? Сука, ветер Маргариту Вспоминаете? Нет Не вспоминаю Отвечая на первую часть вопросов Она была такой женщиной Которая осталась в вашем сердце навсегда Она была разной женщиной Как видите, мое мнение Я не хочу, чтобы такие женщины Мне в жизни больше попадались Знаете почему? Потому что в моем сердце Больше нету Блять Живого места Как твой зуб? Нормально все Привет, Жень Дела нормально У нас ураган еще днем был Жуть Ой, ой, ой Страшно Ну ничего страшного Скоро все закончится В Москве он тоже, говорят, ураган был Деревья повалило Хером собачим Это блокхаус или брус? Где? Блэк-блэк-хаус Какой? Вот это? Металл Да это нет Это у меня Отец во дворе Сделал себе Вот этот отдельный дом построил У него там Это мастерская У него там Там банки хранятся Закрутки Мама то, что там Компотик делает Сейчас на гуфаху похож, да? Ой, Алик Алик У нас в Германии уже лето Лер, ты накатила чуть-чуть или нет? Лер, мне кажется, ты все-таки пьешь Отвечаю тебе Германия, Германия Что-то знакомое Помню, брали у вас в лет 45-м Лерусь, накатила ты или нет? Хватит скури Да я не покурил Я с вами пока болтал Пока У нас город в Лазаревском О У меня в Лазаревском Друг мой живет Илюха Виснет У вас снег выпал? Нет, нету снега Компотик с сахаром С сахаром Думаете, я Чернобыль Вздыхая в муках будете Включайте голову Думаете о Чернобыле Вздыхать в муках будете Включайте голову А, я понял тебя Ну сейчас вечер просто на дворе Ты это сообщение с утра напиши нам Мы русские люди Мы, как правило, вечером голову отключаем Ты утром напиши нам это сообщение Мы утром обязательно прислушаемся к тебе И включим голову Ну вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Минералочки возьмем с собой. Как можно было с тобой развестись? Ты же позитив. Мне кажется, даже ругаясь, не заражать не получится. Но это будет стрёмно, как ты ругаешься человеком, а он ржет тебе в лицо. Нет, не качество тебе это. Дверь надо закрывать тихо. Вот сейчас свет выключу. Слышите? Это я не слышу. Поезжаю в гости в Германию. Да мы сейчас, нам же никуда нельзя. Мы же сейчас, блядь, враги, блядь, всего мира. Вы нас не любите. Вы считаете, что мы... Недостойная нация. Недостойно вас, европейцев. Что-то с зубом у меня. Европейцы, поближе к экрану. К экрану поближе. Не скажете, что с зубом у меня. Все, прошел. Лерусь, к тебе это не имело никакого отношения. Где ты, моя девочка? Ты же сейчас куришь. Лер, к тебе это не имело никакого отношения. Жек, я просто рожусь тебе. Не могу ответить на все вопросы, Есмин. Ага. А, точно, блядь. Мы тут тоже враги русскоговорящие, хотя в Казахстане. Лерусь, да, мы с тобой. Возвращайся сюда, к нам, в Россию. Мы всех примем. Усался кто-нибудь сейчас, кто хотел в туалет. У нас вообще свой русский магазин в Германии очкуем. Не бойся, Лерусь, не бойся. Все будет хорошо. Перепиши его на меня, я из Таджикистана. Мы своих не бросаем, Леру. Знаешь, что я еще тебе предлагаю? Все бабки, которые вы храните сейчас на своих счетах в Европе, я тебе номер карты скину Тинькова. Сюда перекидывай, я их сниму. У меня тут есть коробочка небольшая, я там, они будут лежать. Потом, если что, всегда обратно вам отправлю. Я устал, ну хорошо. Хочешь что-то приятное для вас сделал? Сидите там, блин. Давно, да, мы с вами не общались? Ну, блин. Отдели. Так вот, блин, сука, руку свело. Ты в Камеди не пробовал? Пробовал, мне в рот дали, и под жопу пинка глупили. До сих пор помню вкус надменных членов жюри. Ну, не в Камеди, в Камеди Баттли я себя пробовал. Да нет, там такая смешная ситуация произошла. Я не хотел туда идти. Ну, как-то я должен был туда пойти. А если захочу, не смогу так пошутить и с сарказмом ответить. Как это получается у тебя? А меня Господь Бог поцеловал. Вот в ту часть, в ту область мозга, которая отвечает за юмор. Выходи чаще в эфир. В Грузии нет русофобии, граница не закрыта. Но перелет через Минск пока невозможен. Любаша, ты что ли? А ты что в Грузии сейчас с мужем? Вы там, в Грузии? Это что такое? Видели этот фильм «Звездные войны»? Помните, там жабыч был, вот этот? Он, наверное, родился уже при рождении, акушерно смешил. Анна Ворлд пишет мне. Анна Ворлд. Анна Мир. В телеграме строчит. Кстати, девочки, вы мне в телеграме, кстати, в моем нравитесь. Вы мне там это строчите прям. Такие сообщения прикольные. Потому что в телеграме можно написать и удалить, да все. А в директе нет, все останется. Ютуб когда откроешь? Ну, мне надо найти человека, который ОБСК у нас строит. Жень, выходи каждый вечер. Куда? Во двор. Хоть поржать надо. Хорошо, Викурочка. Бля, как мне не нравится вот эта часть моя, вот это продолжение, блядь, и ебальника. Это что такое у меня здесь? Так-то у меня вот так. Какие планы на завтра? Посрать, пожрать, поспать. Ничего сверхъестественного. Какие планы? Весном в игрушках дочкиных. Добровольцем на Украину пойдешь, если военное положение ухудшится со стороны России. Чистый интерес. Ну да, пойду. А куда добровольцам надо идти? В Дубае или в Таиланд? Или на Гуа? Туда надо добровольцам идти? Туда пойду. Продолжение ебальничкового. Слышишь? Это что ты скинула, Марина? А, ты подписалась на меня? Драту тебе. Наталючка, ты уже, блядь, полтора часа в моем эфире трешься и все, здороваешься со мной. Ширик-ширик там у тебя. Тебе надо, блядь, поспать иди ложись уже, выспаться надо. У тебя там что-то уже, блядь, серая жидкость уже под чуничку в состояние, блядь, пришла. Статики. Дочку когда отвез? 24-го числа. 21-го числа. Или 24-го, не помню. Ару. Ру. Ру. Че Гевара. Вот сюда надо вколоть геолуронки мне. А где у вас ссылка на телеграм? Лерочка, я сейчас после эфира выложу, ну какую-нибудь фотографию, выложу ссылку в телеграм, чтобы вы переходили, подписывайтесь. Где-то через пару минут зайдите ко мне на страницу, я там, это все будет у меня. Я могу ее сюда выложить, но она не, ну вы не сможете по ней перейти, она будет неактивна здесь. Ой, вкусно. К нам в Турцию иди добровольцы. В Турцию не хочу спать собралась. Я сейчас увидела эфир, зашла на минуточку и трындец моему сну. Добрейший человек с харизмой и чувством юмора. Спасибо. Лоб увеличится? Нет, хочу морщины вот эти лису брать, видишь? Мимические морщины, видишь? У меня, блядь, тут как будто тетрадка в полоску. У меня дочь в школу пойдет, я скажу, доча, деньги тратить на тетрадки не будем. Будешь у папы на обу будешь писать прописными. Видишь, у меня тетрадка здесь. Да я шучу. Ботокс нужен. А, ботокс, да, блядь, ботокс, не галурон. Я вообще, блядь, больной стал. Ой, девочки, совсем запуталась я с этой, блядь, ботокс, галуронка, блядь, это термолаки, френчи, диффузоры, просто какая-то ненормальная. Да я тоже спать легла и трэш, да слез ружу. Ну, Жень, мама смеется над твоими шутками? Ну, как правило, нет. Мне кажется, что она всегда хочет вызвать каких-то медиков или специализированных врачей, чтобы они меня забрали. Ну, конечно, смеется, смеется. Но не так часто, как вы. Ну, я, во-первых, так с ней не шучу. У меня с мамой чуть-чуть другой юмор. Жень, ты случайно не знаешь, когда откроют аэропорт в Краснодаре? Я думаю, что в течение года точно небо будет закрыто. Ростов, Краснодар, небо будет закрыто. Я объясню, почему. Даже если завтра закончится спецоперация на территории Украины, то будет очень долгое время еще продолжаться партизанская война. Партизанская война, это значит, в лесах будут сидеть люди со стингерами, которых Америка привезла, там, блядь, как говно за баней на территории Украины, у солдат украинских, у Азова, вот этих подразделений всех. И будут со стингера лупить по самолетам. Поэтому, конечно же, будет все это закрытое небо. Дратуйте, дратуйте, здорово. Спецбригаду в студию, опять смешную. Название напишите, пожалуйста, когда будете выкладывать, а то часто по ссылке в Телеграм не переходят. Космошоп Мак, а почему не переходят по ссылке? Я выкладываю, должно переходить. И, кстати, да, знаете, что в Телеграм можно кассовый эфир выходить в прямой. Я недавно выходил, там два человека у меня сидело. Но как-то другие не смогли зайти, я уже заснула, под эфир и проснулась. Принцесса, это все дело потому, что без меня уснула. Че к чему? Домовой наберите. А, да, наберите в Телеграм Домовой. Домовой. Я же Кузя. Домовой. Полетели. Прикрепить, стоять. Вот так, наберите и все. Еду из Питера в Сочи на поезде. Ни одного свободного места нет. Поезд, два этажа, без плацеда. Я вас в детстве смотрела с мамой по телевизору. Думала, вырасту, к вам пойду на Дом-2. Лерочка, вы знаете, в чем прикол? Мне большое количество людей пишут, прям большое. Я не вру, не вру. Я не вот этот блогер, который, бля, весь Директ завален. Нет, но пишут. Очень много девочек пишут, они говорят, что когда я смотрел тебя на Дом-2, я думала, что я на тебе женюсь. Ну, я приду, ты мне так нравился раньше. И вы знаете, мне так грустно от этого, потому что они пишут, что это было раньше. А сегодня что? Я сегодня что? Спасибо за ответ, а то еще варе, как улететь в Грузию через Краснодар, есть билеты на Малайске, а? Просто Кузин на братисе тоже выходит, я вас так нашла, да? Когда в Москву. Серега, привет, родной. Не хочу в Москву. Я не хочу возвращаться. Только буду к дочке ездить. Вот сейчас заберу, приеду дочку. Числа 13-го заберу дочку, приеду, уеду. На два дня. А стоило это все того, вот скажите, надо вообще было переться на Украину? Можно, но там писать нельзя, только видеоконференция. Писать можно, Стасечка. Вам надо будет подписаться на второй, на чат на мой. Тогда вы сможете писать. Я вам все расскажу потом. Домовой, домовой, все. Хочу я на тебе женюсь? Да, хочу, Люська. Да нет, блядь, пиздец. Все это плохо закончится, блядь. Поубиваем друг друга, хером собачьим. Только вот хотел написать, взял бы дочку, ехал бы гулять, соскучился по ней. Серега, а я же, она у меня месяц здесь была, жила со мной. Я ее Саше отдал две недели назад. Она ее везла. Сейчас вот от 13-го я опять дочь сюда заберу на месяц. Кузин, передай привет. Привет, Ольга, Емик, привет. Во время Дома-2, мне кажется, вы были любимчиком многих. Поговаривать многие надрачивали на меня, да? Ненавижу вас, сука. Вот эти воспоминания, понимаете, вы вот на ночь глядя мне начинаете про это рассказывать. Я понимаю, что вы, блядь, ностальгируете, и мне становится грустно, потому что я уже не тут, ну, по вашим сообщениям. Ну, я сейчас, блядь, я пойду в спортзал, вы охерете. Я такие сиськи накачаю. Спасибо большое, Лерусь, спасибо огромное. Грудь накачаю, руки, плечи. Я опять буду тем же самым. Я буду классным опять, клянусь вам. Мне просто надо усы побрить. И тетрадку вот эту, избавиться от тетрадки от этой. А так, что я не могу понять, блядь, со мной не так? Ну, все хорошо же. Ну, просто вечер, под усну. Ну, хорошо же все. Женечка, почему так вздохнул после вопроса? Интересно просто ваше мнение по этому поводу, по поводу Крым. Алян, вот что вот для... Ну, вот на ночь глядя, вы хотите знать мое мнение? Мое мнение, что это все очень плохо. И ужасно. Ну, что именно, я не буду говорить. Сиськи накачает, лоб увеличит, обназвистки руки вытарит. Ну, что за мужчина? Ты помнишь этот момент, Лиз? Помните, я на Доме-2 встречался с Мартой Соболевской. Такая девочка была. Я пришел с ночного клуба, сел есть, ночью с ней разговариваю. И вот, блядь, в комнате у меня на втором этаже висели занавески. Я так ем, ем, ем. Руки жирные, курицу ел, по-моему. Ну, что-то такое жирное. И вот с ней продолжаю разговаривать. Я в занавески просто руки вытираю, забывая про это. Что такое у меня тут? Епот твою мать. Что такое? Главное, задницу качать. Чего от меня задницу качать? Для чего? Засадить не хочешь? Ну, а что, занавески же казенные. Марта мне, кстати, очень нравится до сих пор. У нее сынолька родился, она такая же красота. Я, блядь, ее тысячелетний. Я последний раз Марту, знаешь, где видел Лиз? Я, блядь, полгода назад, в этом, скажи мне, в караоке на Арбате, блядь, вот, между лот, вот, когда с Арбата поворачиваешь, к лотти-плазе идешь. Когда к лотти, как оно называется? Караоке, блядь, внизу. Забыл, короче. Сейчас ты мне напишешь, я знаю, что напишешь. Блядь, как же это? Напиши мне, Лиз. Вот, ресторан Ишак стоит, Ишак на Арбате, и вот ты за него заходишь и вниз идешь. Вам еще не надо ни качать, ни менять. Райл-Арбат, да, в Райл-Арбате я ее увидел, полгода назад видел. Она вот так зашла, меня увидела, я ее увидел, и она увидела, что я ее увидел, и она ушла из Райл-Арбата, больше я ее не видел. Как к Рапунцелю отношусь? Очень хорошо. Очень хорошо, потрясающе. Путин угрожает ядерно, тогда всем пиздоботом. Я тоже считаю, что все плохо закончишься, и для России, и для Украины. Галяна. Не грузи ни меня, ни себя, ни людей, присутствующих в моем эфире. Не думай об этом. Учитывая, что от того, что ты об этом думаешь, ничего не поменяется. Пузо не груза, это точно. Да пузо я надуваю, я же шучу с вами, я же надул его. Так-то у меня его нету, вот у меня пресс. Вы что, офигели что ли? Все нормально у меня, чего вы тоже придумываете? Сереженька я назову. Любить буду, блядь, как себя. Девушка, так, это же альбом, а не тетрадка. Так, держи. Это да. Точно. КВМ, блядь. Команда Раисы. Буль-буль. Соски огонь. Как ты увидела мои соски лет? Их же не видно. Вот теперь видно. Понимаешь? Пресс. Все нормально. Чуть-чуть надо грудь подкачать. А, ты здесь все видела? Аляна сама с собой, я тоже считаю. Дима, привет, дорогой. Привет, привет, дорогой. Привет, Димуль. КВН уже нет. Да, я старый, смотри, 2012 года. Это канал КВН. Еще ноги с волосами. Поняли, о чем это? Сейчас я позанимаюсь, вы себе усытись, мои золотые. О, он фил завис. А, нет, не завис. А вы зависли там, блин. Зеленского там нет, КВН. В 2012 году уже не было. Вы заметили потерю кустарю, крутят чаще? Плешь еще не проел на тот момент на Киеве. Да, Евгений Добрович? Мы и так тебя обожаем. Нет, не золотые. А, нет? О, я бы так не смогла соски показать. Я бы 10 лет назад обоссалась, если бы узнала, что Кузин с дома 2 мне тут покажет. Жень, цены растут, будут как дома. Ну, цены и так растут, моя золотая. Цены и так растут. Цены и так растут. Где Саша? Ищет полиция, ищет милиция. Откуда я знаю, блядь, где Саша? В уголовный розыск, блядь. Позвоните, напишите. Заявление, блядь, отправьте. Скажите, потеряла человека. Ищем всем, блядь, миром. Патимат. Патимат 377. Интересно. Шутка из КВН. Да ладно, я ж не петушера хватит вам, чтобы было ходить, блядь, тогда усел. Все, подождите, сейчас я подкачаю. Отвечаю вам, бабы, усытись просто. Вот. Каждый вечер будете вот так смотреть мой эфир. Сейчас чуть-чуть подкачаю, дайте мне немного времени. Сколько тебе лет? Мне 37. Ну, после того, что я делал, отвечать на этот вопрос было отвратительно. Кузя, привет. Ни хрена себе, Злата, привет. Ювелир Сашке-то повезло в свое время. Пис-пис. А вот пока я так делал, кто-нибудь сел на телефон? Вот скажите, если я в поиске любимого человека, это же не означает, что надо сексом заниматься, а потом что надо для здоровья? Нет. Слушай, что качаю? Я еще ничего не качаю, я хочу начать. Хочу вот немножко плечи, руки, грудь, убрать живот, ну и немножко себя просто привести в форму. Приветик наш хорош, привет. Я спрашиваю у вас, сел кто-нибудь пока, вот так делал языком, кто-нибудь сел на телефон? Уже устали, дальше нет. Бухаешь, я не пью сейчас. Вчера, кстати, выпивал, ну чуть-чуть. Так, для настроения. У меня, я сейчас скажу, какое-то отторжение идет в алкоголе. Это связано еще с тем, что я очень, у меня организм, чувствую, плохо стал переносить вообще алкоголь. У меня происходит сразу моментальное отравление. Я вот прям чувствую, мне плохо, тяжесть, тяжело. Про утро я вообще молчу. Утром, блядь, вот хоть не трогай меня. Поэтому у меня и желания нет. У меня сигнал какой-то поступил в голову, вот, что мне это не нужно, мне это неинтересно. Не знаю, я вот потихоньку, я стал замечать, что вот я здесь потихоньку, 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 вот от этого всего ухожу, отказываюсь. Это возраст, это возраст, да? Ну, спасибо большое, спасибо большое, блядь, спасибо большое, блядь, за ваши комплименты. Заебали меня со своими комплиментами, хватит писать мне про возраст. Некрасиво женщине напоминать о возрасте ее. Вам не стыдно? Я сел на телефон, ну все, теперь он тебя, блядь, с рыбой пахнет. У тебя теперь рыбный телефон. Вот такие шутки, блядь, на ночь гаде. Кошмар какой, как стыдно, боже мой. Скорость не рада, старость не рада. Как расслабляешься в компании друзей, если без алкоголя. Блядь, не поверишь. Играем в Элис. Играем в, правда ли, действие, ну такое для компании, не пошлое. Играем в игру, где там какой-то Валера, там, блядь, надувной такой есть. Ну вот, в общем, как-то так, смеемся, веселимся. То же самое, все хуже и хуже от алкоголя. Да, то есть мне перестал, где Самсон? Самсон в Москве, недавно, кстати, с ним общались. Зайдите, кстати, на страницу в Инстаграм, у него с мамочка болеет, там, поддержите, кто чем сможет. Поэтому как-то так, как-то так провожу время. Ничего сверхъестественного нет. Ну я бы с удовольствием, кстати, дал бы джазу, клянусь вам. Ну только, наверное, не здесь, не в России, а может быть в России, но только с какой-то проверенной компанией. Я бы прям дал джазу бы прям. Я бы прям дня на три из жизни выпал бы. Если вы понимаете, о чем я. Простыл. Прям дал бы прям, блядь. Чтобы, блядь, подошва отвалилась. Мы в лото играли с бабуля, с дедом раньше. Денежки на деньги играли, монетки плали. В 11 палок играете. Прича не очень. Злата, отвали, блин, от меня. Что-то копалось. Давай огня. Ой, блядь. Тут благодаря пердежу передвигаешься уже, а ты про огонь. Ладно, я слушаю, я утрирую на самом деле. Я еще молод, и все нормально уже. Жень, сколько я еще засыпаю? Засыпаю, уличка, просто. Слушай мой голос, и все. У меня такой тембр голоса, кстати, приятный. Под него засыпать можно. Все нормально, это я так. Женька, привет, давно не видно тебя. Ну, да, сейчас редко выходим в эфир. Сейчас с этим VPN-ом, видишь, даже людей нету. А помните, ему вот так каждый вечер собирали по 700, по 800 человек в последнее время. Хорошие, густые волосы, особенно для 37 лет. У меня волосы охуенные. У меня все парикмахеры, говорят. Спочень, голос у тебя классный. Замер троллейбус в троллейбусном парке, Перепутал механик провода по запарке, Выключив лампочки в сорок электросвечей. Едут троллейбусы без габаритных огней. Такие тонкие стены из светного картона, В светло-серых дворцах из стекла и бетона, Доверяя всему, что плетут из дневных новостей. Люди ночами делают новых людей. Как мог. В камеру. Я наоборот сюда поближе, чтобы он слышно было. В камеру были. Как смотреть в камеру у тебя? Иди покушай. Вместо алка шпара или натура. Я не понимаю, что это написал калинности. Да пукни уже, не держи. А, живо турчит? Вы слышите, как живо турчит? Этот минералка, на тебя еще послушайте. Минералочки выпил, стаканчик и понеслось. А что немногие смогли в ВПН скачать? В чем проблема? Ну вот так не... Потому что ВПН ты, когда скачиваешь, чтобы у тебя лучше работал интернет, надо ВПН отключать. То есть вот я заметил, когда у меня ВПН включен, у меня YouTube, Telegram плохо работает. Как только отключаешь ВПН, все хорошо работает. Не обижайся. Не, ни в коем случае, Златочка. Нет, нет. Какие обидные. Нужно пердануть. Асечка, а ты мне номер свой скинь, я тебе в конверте переданную отправлю по почте. Сейчас почту России очень быстренько довозят, там еще, блядь, весь, блядь, смачный аромат останется. Я своих девочек, бабанек, уважаю, понятно? Чтоб я при них пердел. Ну, это, знаете, я могу рыгнуть, могу свистеть, песни петь, ругаться матом, оскорблять, посылать, смеяться. Но у меня все равно есть границы в общении с моими девочками. Я никогда в жизни себе не позволю этого сделать. Поэтому даже у меня такого, блядь, отвратительного человека есть границы. Надо еще минералочки выпить. Блядь, кошмар какой-то, на душу живут, так хорошо, что у меня там кубики вот эти, они придерживаются. Ух ты, блядь, куда так-то, ой, блядь. Надо звук на телевизор выключить. Блядь, такое ощущение, что к болоту вышел, там лягушки, блядь, шпилятся и квакают, и квакают. Слышите? Квак, 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 квак. Тут в эфире, кстати, реально одни девушки сидят. Мы престарелые фанатки. Нет, у меня всегда одни девушки, где сын, вот только Дима вон сидит у меня. Ну, Дима знакомый мой, Серега вот сидел, Куприн сейчас, тоже знакомый мой. Жабы, жабы, слезы, у жабы, блядь, брачный период начался. Иногда смотришь на тебя и думаешь, не внучок ты африкантовый. Она тоже пердит, турчит в эфире, как говорит о рыбном запахе. Сейчас, подождите. Надо заблокировать. До свидания. Лягушки и квакают. Похоже, тебе нельзя пить, Куприн. Ну, конечно, нельзя, Теплякова, у меня, я язвенник, кисуль, мне вообще нельзя. Вот, все, что связано с газами, квашеная капуста, мясо на ночь мне нельзя есть, потому что оно разлагается очень долго, происходит окисление, и провоцирует желудок, и, в общем, я даже кашлять могу от этого начать. Мне нельзя вот это все есть, не пить, орехи. А я вот пью, понимаешь. Потом вот лежу, у меня живот надувается, и мне надо пить лекарства у меня там, чтобы у меня легче становилось. Ну, люблю я все это, я что могу сделать? У меня, когда... Мама, когда вот не спит, она вот ругается на меня, ну, не дает мне это пить. Минерал, когда обычный минерал, какая разница, какая минеральная вода, главное, что там газы есть, газированную воду не запить, ни в каком виде. А вот и этот... Баба появится, которая будет следить за моим здоровьем. Боржоми у нас в России нет, боржоми. Открою вам секрет. Боржоми на Любаш нет в России, боржоми. Ты же знаешь, как никто, ты постоянно в Грузию ездишь. У нас в России боржоми не поставляется. Все боржоми, которые вы видите в магазинах, пятерочка, магнит, это все подделка, которая разливается в России. Какие лекарства пьешь им? Анют. А... Тримедат не помогает? Тримедат? А, не знаю, что за Тримедат? Тримедат, Тримедат, не знаю. Линекс помощь, да все это есть. Боржоми из источника надо пить. Сарова? Что за Сарова? Корова? Что за корова? Амест? Амест, что твой амест дает? Амест. У меня такие... Ух ты! У меня, знаешь, какие мощные лекарства есть? Немцы капец любят боржоми. Лимонад, буратино. Я Буратино тоже обожаю.